Проходите, садитесь. Антон Шатилов? Да. Садитесь. Ты позволишь называть тебя на ты? А то я все равно собьюсь. Странно. Что странно? Что собьетесь. Так, значит вам 18, проживаете по улице Марата 2, квартира 6. Учитесь на первом курсе института. Все правильно? Вроде. А вызвали мы вас, Антон, вот по какому поводу. Что вы можете рассказать о группе бумажные змеи? Бумажные змеи. А что говорить? Обыкновенная группа. Учились вместе в 2-м, начали играть в 10-м, тоже на дискотеках, еще где. А что играли? Музыку. Какую? А какая нам нравилась. Сами сочиняли? В основном. Где-нибудь учились? Кто где? Ну, а вы? Я. Музыкальной школе в детстве. Понятно. Вот скажите, Антон, я знаю, вот эта ваша музыка, она многим из молодежи нравится. Что вы ей хотите сказать? Ничего. Ничего? Нет. Но я слушал вашу музыку. Как раз ничего и не понял. А что бы вы хотели понять? Смысл. Должен быть смысл. Смысл? Смысл-то не обязательно. Да. Главное, энергия. Какая энергия? Та самая, которая на нас давит. А мы даем ей выход. Понимаете? Слова, они часть музыки. В принципе, они не важны. Ну, вот видели Челентана на сцене, нет? Вот он стоит вот так, микрофон, взгляд и нога. Идет вот так. И больше ничего. Я ничего не понимаю, но я все понимаю. Потому что мне слова не важны. То есть музыку я воспринимаю вместе со словами. Слова как часть музыки. Здесь важна энергия, которую он мне посылает. Понимаете? Вот так мы даем такой мощный психический заряд и получаем в ответ такое же. Происходит такой взаимный завод. Как бы опустошение. Но это не опустошение, а, как сказать, очищение. Если хотите, возрождение. Вот это, конечно, очень древняя формула. Но, скажем, для чего в Древней Греции устраивались всякие празднества, макханалии? Для чего? Для того, чтобы только разрядиться. Человеку нужно было в чем-нибудь разряжаться. Понимаете? Есть, конечно, много способов разных. Не знаю, алкоголь. Кстати, как вы относитесь к проблеме алкоголизма? Серьезно. А вы? А мы не пьем. Совсем. Я? Да. А вот скажи, Антон, на кого ты учишься? Так и есть. Сбился. Извините. Ничего. Ничего. На этого... Как его? Технолог измерительной аппаратуры. И будете работать технологом? Нет. Я играть буду. Ну, а зачем же тогда учитесь? Место чужое занимаете? Мы все чужие места занимаем. Кто мы? Ну, мы. Молодежь. Ну, только не надо говорить от имени всей молодежи. У меня сын такой, как ты. Он свое место занимает. Вот и Петр. Он тоже свое место занимает. Так что не надо. Ой. Не надо меня воспитывать. Ну, хорошо. А кроме музыки, что вас интересует? Ну, в жизни. Живопись. Понятно. Ну, а в общественной жизни проблемы. Проблемы? А разве у нас есть проблемы? Я что-то не замечал. Слова. Слова. Надоели до тошноты. Музыке проще. Там можно... Поэтому у вас такие бессмысленные тексты. Я рассказал, я их ненавижу. В настоящее время играете вместе? Неа. Обманываешь, Антон. Обманываешь. Вот ваша запись годичной давности. А вот запись. Сделана неделя назад на частной квартире. Ну, это так. Не считается. Собрались один раз. На чем играли? Кто на чем? Ты слышал, что из вашей школы аппаратуру украли. Ту самую, на которой вы начинали. Слышал. Ну, так вот. Вот в этом акте экспертизы документально зафиксировано, что записи годичной давности и сегодняшняя запись идентичны. Понимаешь? Где аппаратура? Не знаю. Настяк. Нет. Нет. Продолжение следует...